Танго Ах, это летняя ночь, где море с небом встречались Ах, это летняя ночь, мы корабли провожали Ах, это летняя ночь, ах, это южная ночь, где небо с морем прощались Удивительная танго играет на большой морской Севастопольское танго Танцует пара под луной Удивительная танго, танго, танго Играет аккордеонист и капитан второго ранга Танцует с дамой на бис Ах, как мы были в войны Под звездом неба мечтали Ах, как вы были стройны И как вы вас обожали Как были счастливы вы Как вас цветами встречали Ах, это летняя ночь, ах, это южная ночь, где подмигнув вы сказали Удивительная танго Играет на большой морской Севастопольское танго Танцует пара под луной Удивительная танго, танго Играет аккордеонист и капитан второго ранга Танцует с дамой на бис Олег, я впервые увидела вас на концерте Карена Арутюняна в кругу друзей Вы исполняли песню «Севастопольская танго» Но в нашей нынешней жизни несложно узнать все о человеке О его работе, творческой жизни Достаточно лишь зайти в социальные сети И вот сразу выскочило несколько песен, композиций музыкальных, которые вы исполняете Притом многие из них с огромным количеством просмотров и комментариев Люди пишут о том, что такие песни может написать лишь человек, родившийся и выросший в Севастополе Но вы родились на Урале, практически четверть века прожили в Москве И вот 8 лет уже вас жизнь связала с городом-героем Давайте знакомиться ближе Здравствуйте, Наташа Давайте знакомиться Олег Юрьев Родился на Урале в городе Ирбите, Свердловской области Но этот город может знаком людям, так как там выпускают мотоцикл Урал с коляской В 41-м году его перевели из Москвы И там вот выпускали все, во время Советского Союза, все эти мотоциклы выпускали в 64 страны мира Город еще этот отличается тем, что он ярмарочный город Первое место в России по ярмаркам занимал город Нижний Новгород Это летние были ярмарки, купеческий город А второе место в России занимал город Ирбит Это зимние ярмарки И Екатерина Вторая Наша Великая Она именно за то, что Ирбит стал ярмарочным центром зимним в России Дала статус города Сегодня два памятника установлены в Ирбите на площади Ленина Один стоит памятник Ленину А второй памятник метров 50 и Екатерина Второй Ну вот такие парадоксы Но однако это интересно И неделю назад я прочитал, что ЮНЕСКО Они прибыли в Екатеринбург, а потом в город Ирбит И посмотрев этот музейный город Ирбит Сказали, что это будет первый город в мире город-музей Потому что там картина галереи высочайшего уровня мирового И там Кровейский музей И единственный в Европе музей мотоциклов Урал и других мотоциклов Вот этим отличается город Ирбит, где я родился Затем я жизнь моя повернулась Я уехал на север учиться в музыкальном училище Где я закончил уже в городе Перми на заводчином отделении Держорское хоровое отделение И уже в Перми я пошла работать в филармонию артистом академического хора А после этого, проработав там несколько лет, где-то 5-7 лет Меня пригласили работать в ансамбле песни и танца Кузбасса В Кемеровскую филармонию Там директор был уникальный человек Юрий Львович Под его руководством возникли такие, как Людмила Зыкина Группа «Земляне», Омский народный хор Кузбасский ансамбль песни и пляски И группа «Август» То есть это Юрий Львович, его называли отцом российской эстрады И подъема творческих сил, академических коллективов Глыба и величина Глыба, а до этого он работал генеральным директором Росконцерта СССР И когда он ушел на пенсию уже Вот ему сказали, если хочешь, поднимай другие филармонии И он поехал в Омс, потом в Кемерово И вот в этой филармонии я работал И там же еще работал Михаил Шуфизинский Там вот начиналась моя вторая творческая линия моей жизни После Пермского академического хора После Кемерово я уже вернулся в Вербит В свой город, так сложилась судьба И так повернулась судьба И в Вербите я в 91-м году познакомился с Михаилом Евдокимовым Он приехал на гастроли в Вербит, там по Сваровской области ездил А так как я работал в Кемеровской филармонии А он сам родом с Алтая Кстати, он родился в Новокузнецке Я подошел в Гримм-Йорку и мы с ним познакомились Он когда узнал, что я тоже как бы сибиряк тоже с Алтая Он сказал, ну хорошо, давай будем дружить И после этого мы стали работать с ним Он меня взял как уже в роли администратора И вот с этого момента, еще будучи, находясь на Урале Я уже работал по регионам Сибири и Урала А он был еще только-только начинающейся звезда Но эта звезда очень быстро пошла в мастера И он стал действительно очень известным артистом В течение, может быть, первого года пребывания в Москве Что рассказывать, все ясно, что рассказывать Не знаю даже, что рассказывать Шел из банды, все, что там рассказывать Никого не трогал, я вообще всегда после бани никого не трогаю Не знаю, привычка что ли дурацкая Всегда и главное, отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани Всегда с ним Мы с ним на разных концах этой деревни живем Он на том конце никого не трогает, а я на этом Всегда с отцом Как в субботу мы с ним в баню сразу раз Не знаю, даже что рассказать Я полотенце повесил на шее, иду себе спокойно Отдыхаю, это самое Сохну постепенно Морда, морда красная такая А она мне всегда после бани красная Я не знаю, главное, у отца не красная Ну, на себя посмотрю весь, но не красная А морда красная Я не знаю даже, что рассказывать В общем, после этого монолога Баня Конечно, там все в жюри И Регина Дубовицкая, и Хайт, и все они, конечно И Задорнов, они, конечно, все упали со смеху После этого началось творчество Михаила Евдокима И начала работа в аншлаге Но как-то я у него спросил Говорю, Миша, трудно было в Москве адаптироваться и стать звездой Говорю, ну, в принципе, ногти на своих пальцах Говорю, можно было подумать, что я лезу по скалам Говорю, постоянно срываю их То есть это было тяжело пробиться Прежде чем стать юмористом Но тем не менее народ этого принял Потому что его деревенские рассказы Это уникальные рассказы Больше так никто не пишет На сегодняшний день в аншлаге Все артисты, все они талантливые Но про деревню уже никто не пишет Писал только один Евдокимов Олег, а вы следовали за ним? Когда приехал учиться в Москву Я в 98-м году Но я приехал туда учиться в духовную школу в Москву Вот, и когда я закончил А так как я с Мишей уже был знаком Мы с ним дальше стали сотрудничать, работать На протяжении 17-ти лет А что это за человек Михаил Евдокимов? Что ему ближе? Будучи юмористом Радовать, смешить людей Дарить улыбку Или уже когда стал губернатором Алтайского края Перекрывать крыши Ремонтировать дороги Решать социальные вопросы Вот это человек из деревни Человек из-под Сахи Он знал русское творчество Прекрасно Он великолепный, конечно, был рассказчик И о сколько фильмов он снял Мы все эти фильмы видели и знали Эти фильмы, конечно, великолепны В его творческом, так сказать, амплуа Что он показывал не только деревенского парня Но и крутого такого парня Потому что все, что ему, так сказать, Господь Бог дал Это дар таланта Заниматься творчеством И снимать фильмы Он, конечно, немало зарабатывал денег Но он не был никогда прижимистым Вот Михаил Сергеевич Евдокимов Он и на Алтае дороги строил И часовни строил И детским садам помогал В принципе, он был человеком труда И если к нему кто-то салт Когда он еще не был губернатором Когда он приезжал на Алтай То ему говорили Михаил Сергеевич, нам нужны комбайны Он не достаёт комбайнов А Алтай — это хлебница тоже И не достаёт комбайнов Говорит, вот как-то надо Чтобы письма наши там очень подолгу лежат И Михаил Сергеевич все это делал Он приезжал в Москву, разговаривал В министерство ходил И уже через месяц Там полтора комбайна уже были на Алтае То есть он был человек, который любил Свой регион, любил Алтай Любил свою родину Находясь рядом с таким человеком Нужно было соответствовать? Ну да Он, конечно, был и прост, и требователен Как артист Был ли он иногда жесток Но так как у него В его жизни приходилось очень много Переживать для того, чтобы стать кем-то То, конечно, он требователен был Неспроста Но он был настолько и душевен И когда с ним ты Вроде бы ты его В одного цеха с ним работаешь И если ты выполняешь все позиции, которые нужно выполнить Он просто Был очень хорошим Другом Он меня называл Олежа То есть вот в этом даже имени То есть он трансформация просто Олежа Это сказывалось его Так сказать, отношение ко мне И, естественно, к нему все окружающие Они тоже прекрасно к нему относились То есть Михаила Сергеевича Вдокимова, в общем-то, все обожали и любили Чему вы у него научились? И что пригодилось потом в жизни? Быть рядом с ним Есть многие и немногие годы Но довольно-таки часто Пришлось Приобрести, наверное, ответственность В принципе, она у меня всегда и была Но требования высоких артистов Или людей, которые вхожи в разные круги И у тебя появляется другое понимание Другое понимание к жизни, к ответственности К этому человеку Друг ушел И друга нет Лишь остались вести Да еще остались всем нам В русском поле песни Да еще остался голос Да про жизнь, рассказы А в полях зерница Голос Без всякой пусть заразы Жизнь крутая очень штука Она же и кривая Для кого строптивая Для кого родная И у друга моего Жизнь была такая Полосой счастливая Полосой шаленая И талант его любил Любил же в самом деле Он талант в народ дарил И верил, все успеет И ведь успел Да как успел Шар земной измерил с честью И раскатился Фестивальной волной Алтайским эхом Облетая шар земной Доброй Евдокимовской Вестью В Союзе Естественно все Кто смотрели Программу Но было Очень интересно Наблюдать это Поле чудес Шоу Я посмотрел Вот когда я тогда вернулся Из Кемерово Вербит Я посмотрел На телевидении Программу Так как по натуре Я человек Который любит Что-то тоже создавать Я подумал А я хочу Что Владислав Листьев Со своей программы Выступал Просто во дворцах культуры Просто в театрах И еще где-то В городах Но как это сделать Я не знал Я собрался Поехал в Москву Позвонил на телевидение Влад меня принял Мы с ним поговорили Первые съемки Были поле чудес Где он меня трижды показал Не как участника Как то Чтобы меня увидели Что я Вот как-то На телевидении показался И что я приехал Когда все на Урал Я заявил В управлении культуры Что я хочу Такую программу сделать Мне сказали Ну как это В Вербите Или там В маленьком городе Шестидесятитысячном Сделать такую программу В итоге обговорили И решили сделать Влад мне сказал В Москве Начертил мне на бумаге На леске Как сделать барабан Тот Крутится То есть они Барабаны свои не возили Из Останкина Зачем это Тащите как Это очень долго Я приехал и сказал Возможно ли у нас Создать такой барабан Ну на заводе сказали В принципе мы сделаем И такой барабан создали Когда Влад приехал Он сказал Вы создали лучше Чем у нас в Останкина То есть красивее Действительно было Это сейчас уже Намного красивее сделали Но более того Он говорит Надо же еще призы Все покупать Это тоже должны делать Все вы Ну конечно Это была Уже большая Задача Да Однако Посоображали мы Где-то месяца два Три И спонсоров нашли Вот этот Иребитский завод Моциклетный Он тогда еще работал Они дали Большим призом Супер призом Моцикл Урал И все призы Мы покупали Нам тоже были И спонсоры давали До всех мелочей И надо было продать Обязательно Четыре игры В маленьком городе Тогда все артисты Работали Особенно очень популярно Работали по четыре Концерта И по четыре игры Все это сделали Влад приехал Удивился Что все это сделали И четыре игры провели После этого Ну мы с ним уже Так сказать Стали в очень интересных Отношениях Хороших Добрых Дружеских Он был очень интересный Человек И очень простой Влад Это было наверное Крайне заметно Что он был не из тех Которые из себя Что-то представляют Что вот такой гигант Значит ему надо Относиться Как-то очень осторожно Нет он был очень прост Интересен Журналист И черта поколения Москвич Знал свою работу Потом же появилась Программа Взгляд Там час пик И многие другие программы Когда он из поля чудес Ушел Я спросил как-то У него на других гастролях Я говорю А как Сколько лет Будет На экране Поля чудес Он гибнул не более Эти 10 лет Однако уже 30 лет По-моему Больше 30 Больше 30 лет И мы где-то В течение 3-4 лет С ним изредка работали И здесь как-то у нас отношения Как-то у нас отношения Как раз сложились Добрые Интересные И Приятельские Можно сказать Вот Что касается Многие вопросы Задавали Что вот как Вот поля чудес Там обманывают Было же такое У людей Просто там неправильно Призы Потом себе Они не отдают Вернее призы Не отдают Или за деньги Приглашают Или за деньги Приглашают Нет Все нормально Все честно Если в Москве То все призы Они естественно Спонсорские И спонсорно Это Специально Вклады Для того Чтобы себя Каким-то образом Прорекламировать Поэтому В поле чудес Все идет Честно И сначала Когда они Звонили В Америку Это же Программа Там в Америке Называлось Колесо Фортуны Но Продюсер Программы Колесо Фортуны Не захотел Что в эта программа Переходила Там немножко Было другое понимание Этой программы Что она была бы В России Тогда Влад Собрал Там 3-4 позиции Своих Пониманий О шоу-бизнесе Об игре О ток-шоу И создал Вот поле чудес По-моему Мне кажется Что игра Поле чудес Получилась Это был действительно Очень Интересный человек Слава Богу Что у нас Телевиден Такой был Человек И что потом Он стал Генеральным директором Но увы Это было мало Он бы наверное Еще много Очень что-то мог Для телевидения Сделать Олег Конечно же Сегодня программа О вас Невозможно Да Не сказать Об этих этапах Жизни Но О вашем Творческом Пути О вашем Творческом Начале Скажите А вообще Вот увлечение Песней Оно откуда В вашей семье Музыкой Я музыкальную школу Не заканчивал Я где-то В 16 лет Пришел работать Вербите В драматический театр Учеником Звукорежиссера Учеником Электрика Осветителя Вот А там же Были определенные Встречи Вечера были Среди артистов И где-то Я на них Как-то пел И вдруг Мне кто-то Из одних Заслуженных Артистов Сказал Олег Тебе надо Учиться Петь Но петь Я видимо Пел с детства Что кто-то Меня наставил И сказал Что тебе надо Учиться А когда тебе Сказал Заслуженный Артист Ты начинаешь Понимать Что значит Кому-то Что-то понравилось Ну и В дальнейшем Я уже После армии Поступал В музыкальное Училище В Тюмень На вокальное Отделение Но там Меня сказали Что В этот раз Вы не прошли А вот На будущий год Поезжайте Вот Всегда же По году По два Поступают Ну кто-то Может быть Сразу же Я вхожу В коридор Затем Выходит Один из членов Комиссии Молодой парень Говорит Ты хочешь Учиться Прямо С этой же Осенью В принципе Конечно А в городе Сургуте Открывается Музыкальное Училище На севере Там будут учиться Дети Молодежь Со всего Советского Союза Там и из Киева Учились И из Минска Отовсюду То есть Это было Северное Музыкальное Училище Где съехались Все музыканты Со всего Советского Союза Но в итоге Открывали мы В 70-м году Это училище Я был туда Принят И я там Три года Проучился На научном отделении На Держос Хоровом отделении Я конечно Многому там Научился А потом Я переехал Вернулся К себе Вербит И далее Уехал Со своей Будущей женой Она поступила В Пермский Педагогический Институт А я приехал туда И там Четвертый Пятый курс Закончил Музыкальное Училище Но на пятом курсе Меня пригласили Работать уже В филармонию В академический Хор И там Было уже Становление Моего Как артиста Как певца Академического Хора И поработав Там 5,5 лет Конечно Многому Потому что Практика Она многому Учит У нас В хоре В академическом Работали не только С музыкальным Образованием Музыкального Училища Там и с консерваторией Люди работали И после этого Уже Кемеровская Дальше уже Другая жизнь Пошла Вот Которую Можно назвать Я проработал Вот В Москве Уже уехал Работать И заниматься Творчеством Но вы не только Поете Вы же и пишете Песни Ну Если В 1977 Году Я закончил Музыкальное Училище И жизнь моя Была Творческая С точки зрения Академического Хора Там певца Академическое Песнопение Матеты Мадригалы Русские народные песни Это классика Вся Но Мне еще увлекала Эстрада Увлекала Песни в эстраде Конечно я пел Так сказать Самодеятельных коллективов Кроме филармонии Вот А потом Меня очень увлекла Режиссура Режиссура эстрады И Я приехал Поступать В Москву В ГИТИС И там тоже Сказали Вы нам Очень подошли Но давайте На будущий год Но я поступил По-другому Я поступил В Челябинский Институт культуры На режиссуру Массового праздника Представления Астрады Ее там И закончил Поэтому У меня Как бы Две специальности Одна Хоровое дирижирование И Практика Вокала А вторая Как режиссура Астрады Много пришлось Писать сценариев И на стадионах На Урале И Создавал Агитбригады И Создавал Театр рабочей молодежи Однажды Ко мне подошли Будущий Вербит Когда вернулся Подошли С управления Образованием Сказали Вы могли бы Нам поставить Пьесу Какую-нибудь Для Учащихся Профтехобразования Ну Мы же знаем Там Поведение Этих людей Которые Мальчишки Девчонки У них Лексиконы Разные Они Там Покуривали И все Чтобы заслужить Доверие Таких людей Нужно было Постараться Чтобы увлечь Да Я Отказывался В итоге Они все-таки Уговорили меня Где-то на второй неделе А потому что У них конкурс Подвигался И Мне сказали Что Я им сказал Говорю Давайте Соберите Человек Сто Вот я Из них Что-нибудь Выберу Они Встали В коридоре Человек 80 Подобрали Там Я просто Стал Говорить Так Крикни Что-нибудь Так Скажи Что-нибудь Так Спой Что-нибудь Они Кричали Мимики Свои Показывали Гримасы Показывали А я Отбирал Насколько Они Способны И Какие У них Голоса И Тумра Голосов В итоге Добрал 30 Человек Через Месяц Они Стали Лауреатами Городского Конкурса Через Год Они Стали Лауреатами Областного Конкурса А через Три Года Они Стали Лауреатами Союзового Конкурса И выступали В Кремлевском Дворце Съездов То есть Получается Что Из людей Которые Учатся В ПТО Потому что Все же Таланты Есть У всех Но Кто Из Родителей Может Это Осознать Главное Чтобы Ребенок Выучился На Кого-то Они Лауреатами Всесновидового Конкурса В Кремлевском Дворце Съездов То есть Получается Что Дети Они Хотят Творчества Только Не все Это Родители Понимают А Вообще С ними Работать Надо Но Это Еще Вот Такое Отступление От Моего Творчества То есть И музыка И Песни И Режиссура Что Привело В Севастополь 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 Прекрасный Город Видел На свете Немало Я Много Объехал Стран Крым Моя Родина Малая Море Мой Талисман Море Волнует Ждет Моряка В дальнюю Даль Залет Небо Забудет Моряк Никогда Дружбу Мужскую Волшеб Море Синее Волны Синее Чайки В вальсе Летят Над Волной Но Моряк Морячок Автомата Плечо Черноморскую Службу Несет Помню я дедов морской бушлаг, кино сорок пятый год Красная площадь, салют и парад, взвод моряков идет Радость, улыбки, вальс морской, военный оркестр звучит А рядом девчонки моряк молодой, он море поет и любви Море синие, волны сильные, чайки в вальсе летят над волной А в морях маячок, ленты как маячок, без козырки легли на плечо Берег бьет снова морской прибой, сбор объявил трубач Уходит корабль наш боевой для выполнения задач Чайки кричат над бегущей волной, в России остался дом морей Севастополь наш славный город-герой, мы споем еще вместе с тобой Море синие, волны сильные, чайки в вальсе летят над волной Но моряк, морячок, ленты как маячок, без козырки легли на плечо А моряк, морячок, автомат на плечо Севастополь наш славный город-герой, мы споем еще вместе с тобой А в морях маячок, автомат на плечо Севастополь а службу несет